всем привет на канале препресс в прошлом уроке я показывал как из плохой картинки сделать хорошую но закономерен вопрос что дальше можно с ним делать я советую забыть о работе в данном случае с фотошопом и перейти в иллюстратор для того чтобы можно было сделать из него вектор мы я показал как это делать открываем иллюстратор помещаем последний файл наш который мы отредактировали нажимаем имидж трейс она нам от трассировала и разбираем готова ну обратите внимание что в данном случае настроек много и нам в принципе достаточно значение по умолчанию если вам необходимо что-то сложнее делать тогда вы можете выбирать свои настройки имидж трейс экспант разбираем группу единственно этот момент бы вот видите надо соединить его или убрать белое бывает такое берем инструмент c новая версия иллюстратора получше они с этим поборолись мучаюсь я буду пол полдня это делать накладываем сверху прямоугольник в левой панельки кто не знает выделяем наши блоки шейп нажимаем shell беда беда shift shift м нажимаем плюс это добавить alt удалить результате мы получаем такое решение нашей проблем дальше в принципе можете поступать как вам удобнее можете раз группировать можете по отдельности можете делать все что угодно допустим но мне нравится как сапог этот у нас неровненький мы берем сму стул там ли pencil tool и проходимся это мы на черные на какой на белые черные белые то есть мы нажимаем control можем переключаться между нашими объектами мы будем красоту хотя бы по контуру с белым сложнее потому что она вырезана поэтому лучше так поработать в принципе исходник мы сделали хорош из того что было изначально вы никогда этого не добились то есть если кто-то занимается восстановлением то есть если кто-то занимается восстановлением картины ну это сложный конечно момент как видите решаемым хотя бы до на уделение удаление максимальных перекошенных элементов ну че вот это мне не нравится видите оно друг на друга накладывается лучше конечно это черный под низ тогда проще будет ну это для перфекциониста в принципе никто этого не увидит принципиально только какие-то вот это некрасиво вообще если у вас есть планшет то это и перерисовать не сложно это так по-быстренькому мы что-то перепресс кажется изучаем уроки это не практик практика у вас в работе короче есть готово берем выбираем градиент палитра допустим допустим мы думаем что это будет какой-нибудь цвет и так выбираем градиент лишь ци а вот цвет перетаскиваем теперь можем делать с ним все что угодно можем давать еще один цвет можете перетаскивать с панели управления тут надо откреплять это все потому что оно цепляется обратно выбираем кулер для чего это например вот этот цвет вот комплиментарно мы можем выбирать любую другую цветовую гамму то есть в этой гамме мы можем редактировать наши сапоги ну допустим у нас сапоги будут ну по идее они должны быть черными да или коричневый лучше коричневый классика но не такой коричневый такой коричневый кожаные кожаные сапоги резиновые вот как то так берем его за основу и выбираем цвета теперь в этих цветовых в этой цветовой палитре играемся те кто этим занимается постоянно ему лучше подкреплять цвета сворчисть градиенты color гель думаю достаточно будет так ну посветлее чуть-чуть еще светлее я думаю понятно да я не художник не дизайнер но основные моменты показать можно контрол мы переключились на другой объект выберем так потом можем подправить его можем поменять таким образом чуть посветлее сделать этот цвет в режиме градиент на левой панели инструментов появляется таково управление градиентом как будет еще темнее еще темнее так же можно использовать меши в ключевых точках распределения цветового цвета и закрасим его нашим поэтому не все выбрали градиент не работает что за цвет блин я переключился здесь лучше заблокировать слои кроме этого тогда он будет удобнее работать переходим в режим быстрое выделение частичное выделение подправляем что нам надо конечно наверное есть и проще способ ищите по крайней мере я вам показал где искать смотрите выделили мы допустим мы хотим чтобы это вот это вот даже не так так лучше брать он выделяет лассо нам надо точки выделить например вот эти вот он не уверен но темно темнеет не получилось не получилось все вместе не получилось ну как то так принцип понятен вот крепим Ctrl-Alt-2 это мы черными сделаем вообще туда еще это пусть так остается это пусть будет черный сейчас мы настроим вот я выбрал цвет выбрал элемент нажал и или пипетку о порядок по моему мне даже понравилось не не художество супер но вот вот такие сапоги уже даже на фотосток не жалко высл выложить и что сход в на 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 в на 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 уникальные изображения всегда в теме они всегда будут в почете естественно за деньги не делайте никогда бесплатно такое разве что для себя короче это наверно опять будет прямой эфир репетиция если надо прямой эфир я не знаю у меня подписчиков не так много чтобы прямой эфир делать но по крайней мере такого формата записи я могу вам записать неважно есть у вас какая-то работа который с которой вы не можете справиться но в каком-то виде она уже существует присылайте если вы не против я на вашем примере покажу а когда будет много подписчиков будет необходимость онлайн трансляция будем решать вместе этот проект существует исключительно благодаря вам поэтому поэтому обращайтесь тех кто хочет поддержать проект данные вебмани у меня на в описании канала в любом случае спасибо ну без вашей вашего участия этот канал тоже развиваться не будет короче я надеюсь понимаете за ерундой страдаю тут когда мы выравнивали наши так замечательно видите недочеты исправляете я это уже делать не хочу теперь у нас прекрасно такой векторный векторные сапоги получились это можно еще вот так поставить чтоб чуть-чуть было вот красота ctrl alt shift с с как доллар можем сохранить как png ну все в принципе ну и сохраняем данные места шут наверное не как-то не по-другому окей да и обратите внимание что вы здесь можете любой размер делать и посмотрите сколько она весит 36 килобайт 500 на 600 пикселей весит 37 килобайт не мегабайт а качество можно увеличить два раза то есть фактически это будет отличное изображение 5000 пикселей на 5940 в 10 раз без потери качества так что пользуйтесь всем спасибо подписывайтесь на канал пока